Звено Речкалова Звено Речкалова История того сражения, как иллюстрация к наградным документам. Ведь за этот бой Григорий Речкалов был отмечен орденом Александра Невского. Из страницы приказа лишь малая часть экспозиции. Казалось бы, небольшой по объему, но огромной по своему значению. Ведь представленные в ней документы касаются не только самого Григория Речкалова, его жизни и подвига. Они охватывают и историю его семьи, и историю традиционного легкоатлетического пробега, который вот уже более 40 лет проводится на Ирбитской земле в честь героя. Но даже этого, по мнению архивистов, недостаточно. Как я полагаю, на мой взгляд, белых пятен осталось очень-очень много. Нам еще исследовать, исследовать. Но мы продолжаем сбор материала. Вот сейчас уже после того, как выставка открылась, у нас появилось еще несколько документов. Так что будем собирать и к следующему юбилею, 105 лет, я думаю, что у нас пополнится экспозиция. Тем не менее, выставка и сегодня для многих становится открытием. Настоящей энциклопедией жизни прославленного летчика. Вот и гости из станицы Крыловской, почетным гражданином которой является Григорий Речкалов. С большим интересом знакомятся с историей летчика, защищавшего в 43-м небо Кубани. Ну, конечно, очень много материала нового, то, чего у нас пока нету. Но я думаю, общаясь ближе, мы это получим, потому как тоже хотим, чтобы наши школьники знали побольше о Григории Андреевича. Конечно, замечательно. Вообще молодцы.